Винтовки, пистолеты, приборы ночного видения и малогабаритные автоматы со снайперским прицелом для бесшумной и беспламенной стрельбы. На одной из учебных точек военнослужащим представили новое оружие Росгвардии и познакомились с основными тактико-техническими характеристиками. На каждый вид вооружения у нас есть отдельная книжечка, где написано, что делать можно, что делать нельзя, чтобы не принести вред себе и окружающим. Большая часть военнослужащих несет боевую службу с пистолетами Макарова и автоматами Калашникова, которые за долгие годы доказали свою эффективность. Новые образцы вооружения отвечают современным требованиям и используются подразделениями спецназа дивизии в учебных стрельбах. Руководитель занятий Алексей Стуков выделил на его взгляд самое универсальное оружие для мобильных экипажей. Пистолет-кулемет «Витязь СН». У него имеется складывающийся приклад. Удобно носить его, перевозить в автомобиле. Каждая сфера жизни военнослужащих, будь он на службе или дома, находится под неусыпным контролем руководства. Забота о жизни и здоровье своих подчиненных – это обязанность каждого командира. На различных учебных точках, у нас здесь развиваются 16 учебных точек, на каждой из них мы показываем, как необходимо правильно соблюдать требования безопасности. То есть, начиная от хозяйственных работ, вплоть до того, какая дрель должна быть, какого размера, формата, какого работоспособности. Занятия по требованиям безопасности проходят два раза в год, в начале каждого периода обучения. И если летом делаются упорные укусы клещей и солнечные удары, то зимой это защита от обморожений и травм при катании на лыжах и коньках. Сейчас мы акцентируем на лыжи, например. То есть, на зимние виды спорта, на зимние виды отдыха личного состава. Боевая служба, отдых на природе, спортивные занятия, ремонтные работы дома и в гараже. На каждом этапе военнослужащие должны строго соблюдать требования безопасности, чтобы сохранить свою жизнь и здоровье. Елена Грецкова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.